Обычно тренеры предпочитают принимать команду в межсезонье. Вы же поступили иначе, приняв сразу же предложение руководства «Спартака», хотя ситуация была непростой. Вот сейчас, по истечению достаточно большого времени, не жалеете об этом? Абсолютно нет. Я познакомился с командой. За это время практически каждого из игроков узнал. Узнал, как готов тот или иной игрок, насколько процентов готов. И, конечно же, узнал, как команда работала ранее, как команда, конечно, готова была на тот момент, и мы сделали выводы, проанализировали с тренерским штабом. И сейчас у нас строится работа уже, по сути, с игроками, которых мы знаем. Знаем их состояние до тренировочного процесса сегодняшнего дня. Ну и, конечно, уже есть план, как вывести игроков на тот уровень, который нам бы позволял начинать сезон в оптимальной готовности. Перед отъездом в Эмираты вы встречались с главными тренерами Академии, Дубля и Спартак-2. Вероятно, речь шла о стиле тренировок, которые должны исповедовать эти тренеры. И они должны быть схожи с теми тренировками, которые проводите вы с основным составом. Да, но в первую очередь это стиль игры, а потом уже идут тренировки. И принципы игры. Стиль, принципы игры, он взаимосвязан в атаке, в отборе. И то совещание, которое у нас было первое, мы каждый месяц будем проводить такие совещания с тренерским штабом. Дублирующего состава, второй команды, ну и также Академии. И вот эти принципы игры, они переходят, конечно, как на командное взаимодействие, так же, как и на индивидуально каждого из игроков своей позиции. И на эту тему мы также уже выработали определенный план, как мы будем игроков и тестировать, и смотреть их уровень. Повышается уровень игроков, как в Академии, в дубли, во второй команде. И как готовы игроки к переходу в основную команду. Ну а также, конечно, мы обсудили некоторые задания, которые нам нужны для наших принципов игры в атаке и в отборе. Но вот этот сбор, где мы сейчас первой командой отработали, определенные задания, видеоматериалы, я буду отдавать как в Академию, так и также в две команды дублирующего состава и второй команды. Вы взяли большую группу молодых игроков. Обычно опытные футболисты в таких случаях в ходе сбора сетуют на то, что градус напряжения тренировок снижается, потому что молодые все-таки уступают в мастерстве, и особенно в борьбе, в единоборствах, в умении отдать быстрый пас и так далее и тому подобное. То есть ориентироваться на поле, уступают маститым футболистам. Вот этого не произошло на нынешнем сборе. Честно, опасался, что молодые игроки не будут так готовы, как основной состав, но эти опасения были напрасны. И, конечно, ребята молодые очень хорошо работали, и они вписались в тот тренировочный цикл, где я не увидел большой разницы между игроком зрелым, который прошел уже все игры Спартака в высшей лиге, или же во всех турнирах даже, и Еврокубках, и, например, молодыми игроками, как Умяров или же Гапонов, которые только входят в основной состав, можно так сказать. И я ими доволен на данный момент, как они работали технико-тактические действия, они делали достаточно серьезно, без каких-либо грубых ошибок. Да, ошибки бывают, но они не такие, где сразу же видно, что игрок уступает в уровне. Нет, очень мне понравилось то, что молодые игроки уже конкурируют с игроками основного состава, и достаточно уверенно чувствуют себя на футбольном поле. В данном случае вы имели в виду не только тех двух игроков, которые назвали, а всех тех, которые приехали сюда на сборы в Дубай. Правильно я понимаю? Конечно, конечно. Это все игроки. Глушенков, это Милкадзе, это Маслов, это Миронов. Айртон, который сейчас включился, он также молодой игрок, 21 год. И все остальные? Да, да, и все остальные ребята, которые были, это Игнатов Миша и Рассказов, но я уже про них не говорю, потому что они уже отыграли игры на достаточно высоком уровне, и уже у них есть какой-то опыт игры. Ну, а также вратарей, которые у нас молодежь, и Шитов, и Терешкин, также достаточно уверенно чувствовали себя в воротах. Хотя, конечно же, очень много еще надо им работать, потому что все-таки именно вот вратарям нам нужно, не только именно этим двум молодым, но и другим вратарям, понимать, что они очень должны серьезно работать, играя ногами, играя, комбинируя вместе с командой. Можно ли утверждать, что вот эта молодежь дышит в спину, образно говоря, опытным игрокам, которые привыкли выходить в стартовом составе? Я думаю, да, потому что с несколькими ребятами я разговаривал из стартового состава. Они говорят, что да, надо нам не расслабляться, потому что ребята достаточно хорошо играют и серьезно с нами конкурируют. То есть, если анализировать эти слова, то, что игрок провел много игр в премьер-лиге, в сборной России, он такое говорит, то, значит, игрок внутри уже команды чувствует, что эти ребята достаточно серьезные и ни в коем случае нельзя расслабляться, потому что в любой момент они могут выйти и быть игроками основа. Мне очень важно в тренировочном процессе, чтобы каждый игрок чувствовал, что, как вы сказали, конкурент дышит в спину или же конкретно борется за место в составе. Вы упомянули здесь, рассказывая, как игрока, который привык уже выходить в стартовом составе и которого привыкли видеть зрители на поле с первой и до последней минуты. И наших болельщиков очень волнует в связи с травмой Ещенко, что у нас на этой позиции лишь один футболист, в отличие, вероятно, от остальных позиций. Ну, я бы так не стал утверждать. Дело в том, что давайте мы посчитаем, сколько нас защитников, это фланговых защитников, рассказов, камбаров, это Айртон, это три игрока, которые могут играть, и Айртон может играть справа, и он показал на тренировках, что он достаточно уверенно себя чувствует, хотя он лепша. Также, если мы берем других игроков, у нас может сыграть, если это понадобится, Роман Зобнин, правого защитника, вот, и также из линии защиты, если брать, то же мы также можем кого-то из игроков временно поставить на эту позицию. То есть у нас достаточно серьезная конкуренция, и то, что мы сейчас работаем, каждый день я вижу, и также планирую, возможно, кого-то из игроков даже атакующего состава, то есть атакующих игроков, которые играют нападением, возможно, тоже перевести в линию защиты. Это нормальная практика, любой клуб, любой тренер в предсезонке в особенности пробует любые позиции игрока. Вы взяли на сбор Педро Рошу, и он в серьезной двухсторонней игре, где никто не хотел уступать, она была похожа на такую, я бы сказал, даже официальную игру, правда, все были спартаковцы на поле, забил три мяча. Что это? Везение? Или же все-таки Роша на ваших глазах начинает прогрессировать? Это первый сбор, и я не хотел бы делать какие-то выводы серьезные. Да, так получилось, что он проводит достаточно хорошо сборы, как и все остальные игроки, и я не хочу никого выделять, и Роша тоже не буду выделять. Игрок атаки должен иметь достаточно голевых моментов, и, конечно, если он их использует, то это радует. Вот в этих играх, в тренировочных, где мы играли, особенно это вечернее время, где были как игры с большими воротами, так с малыми воротами, мы всегда отрабатывали игру для того, чтобы игроки завершали. Ну, а игроки атаки, они обязаны использовать свои моменты. Кому-то это не удавалось, кому-то это удавалось, поэтому я хочу сказать, что не хотел бы сделать выводы, но то, что Педро достаточно хорошо работает, это факт, это очевидно, с хорошим настроением, и я хотел бы, чтобы он дальше, конечно же, продолжал работать усиленно над собой. Всем понимают мои принципы. Футбольное поле все показывает, и мне не интересуют фамилии, мне нужны игроки, которые готовы на данный момент, и особенности будут готовы тогда, когда будут официальные игры. Поэтому каждый готовит себя уже к играм, которые будут в чемпионате или же кубке России. Уже сейчас. Судя по всему, вы сторонник того, что игрок должен быть универсальным. Иными словами, он может выйти на поле и закрыть при необходимости две, а то и три позиции. Так ли это на самом деле? Да. Мне нравится такой подход. Не думаю, что я только один такой тренер, который любит универсальных футболистов, которые играть могут на двух, на трех позициях, которые понимают футбол. Ведь игра на двух-трех позициях означает, что игрок достаточно правильно понимает, как строится атака, как строится оборона, как играют линии полузащиты, защиты, нападения. И поэтому это уже игрок, который будет исполнять все требования. И мне как тренеру легче с таким игроком работать. Я просто могу ему одну-две подсказки сделать, и он сразу же будет это исполнять. И мне нравится еще этот подход, в чем игрока, который будет вот такой универсальный. Он достаточно раскрепощен. Когда раскрепощен, тогда и получается очень многое. Поэтому вот эта тенденция, наверное, в современном футболе, она очень важна. Потому что, если мы вспомним, там, игроков высокого уровня, они могут сыграть на любых позициях. И тренер всегда может подойти и сказать, мне сегодня нужно отыграть фланговым защитником, предположим. Игрок скажет, нет проблем, тренер. Я отыграю, главное, чтобы я играл. А если игрок так говорит, значит, он живет игрой, живет командой, клубом. Он все для этого сделает, чтобы выйти в стартовом составе и принести результат. С первого взгляда видно, что «Спартак» по-другому тренируется, нежели с вашими предшественниками. Все ли игроки отвечают вашим требованиям? И все ли игроки понимают все то, что вы от них требуете? Ну, я думаю, что никогда такого не будет в любой команде. Объясню, почему. Потому что, конечно, каждый игрок индивидуален. Каждый игрок по-своему, со своей призмы видит те требования, которые тренер дает. И чтобы подвести игрока идеально под то, что хочет тренер, ну, не всегда это удается в силу индивидуальности игрока и его мышления. Поэтому, конечно, в общих чертах мне нравится, как команда сейчас работает, как она думает. Вся команда думает. Индивидуально каждый игрок и вся команда. Но потенциал большой. Потенциал у наших игроков огромен. И здесь зацикливаться каждому игроку на то, что вот сегодня он так играет, и это хорошо, конечно же, не стоит. Это самообман. Нужно еще развивать себя, еще больше узнавать свою позицию, как играть в атаке во дворь. Другие позиции, как играет вся команда. Это очень важно. Поэтому, в моем видении, если игроки понимают игру, значит, это уже близко, команда тогда близка к победе. в любой игре или же турнире. Если она недостаточно понимает игру, значит, здесь уже могут быть большие проблемы. Поэтому моя задача донести игрокам, как на теоретических занятиях, индивидуально, с группой игроков, перенести это на футбольное поле. Вот это понимание игры, как мы должны действовать. Мы в первый же день тренировались. Хотя было достаточно поздно, где-то в половине девятого вечера. А перелет был достаточно большой. На следующий день у нас было две тренировки. И так каждый день. Скажите, пожалуйста, футболисты не сетовали на то, что хорошо бы ограничиться одной тренировкой, дескать, мы устали, чувствуем вот эту усталость в мышцах и так далее и тому подобное? Я не знаю, может быть, вам они говорили, мне они говорили. Они выходят с хорошим настроением на тренировку утреннюю, вечернюю. Ну, понятно, мы тоже им даем чувство радости, а это чувство радости, это игровые задания, игровые упражнения с мячом. Но, конечно же, мы даем еще работу, то, что нам нужно было на этом первом сборе, это восстановить аэробные возможности игрока, силовые, координационные, с мячом, без мяча, ну и, конечно же, понимание игры, то есть тактика. Ну и, безусловно, тактика никогда не будет без техники. Поэтому все эти компоненты в моем понимании должны всегда быть на любых сборах, на любых тренировках, потому что, как я говорил, важно для меня, чтобы команда понимала то, что она делает. То есть вы со стороны видите, достаточно ли игроки нагружаются, нет ли перегрузки, и можете от этого корректировать систему тренировок в дальнейшем. Ну, конечно, у нас есть тестирование, есть GPS, где мы смотрим, контролируем, как команда работает, под какими нагрузками, где мы можем сбавить обороты, где, наоборот, поднять, где, например, мы можем дать большую нагрузку даже в этом тренировочном цикле, да, где двухразовый режим, где, наоборот, двумя тренировками, но они будут не такие интенсивные, не такие напряженные, мы даем возможность игрокам восстановиться, но в режиме тренировочного процесса, не в режиме отдыха. Я считаю, что вообще сборы на то и построены, чтобы как можно больше давать понимание игрокам футбола. Они отдыхали, они восстанавливались после сезона, теперь надо максимально загрузить их футболом. Это теоретические задания, это практические, это функциональная подготовка. сборы направлены на то, максимально подготовиться к чемпионату. Поэтому это надо использовать. В любом случае, я думаю, что опять же любой тренер со мной согласится, всегда хочется дать еще больше, еще, еще, но ограничивается временем, ограничивается там, если мы берем чемпионат играми, ограничивается подготовка к играм, где нагрузки могут быть малые, ну вот, ну а здесь, пожалуйста, здесь можно работать и понятно соблюдать только вот этот режим, где идет большие нагрузки, средние, малые, чтобы не было травматизма. Перед вылетом наша команда проведет первую контрольную игру с футболистами из Ташкента, а затем ей предстоит турнир в Катаре с более маститыми соперниками, непосредственными участниками чемпионата России. Скажите, пожалуйста, что для вас значат эти игры, какое значение вы придаете содержанию этих игр и их конечным результатам? Конечно, большое, в первую очередь нам надо выигрывать и каждый турнир, в котором мы участвуем, надо побеждать. Второй сбор для меня это важен и в подготовительном плане, где пойдет уже интенсивность более серьезная, чем сейчас. И, конечно же, мы не обязаны отходить от этого плана, и мы будем продолжать тренировки в том режиме, что мы запланировали. Ну и, конечно, турнир, где каждая игра будет идти на победу, но в этих играх мы будем проверять каждого из игроков, проверять нашу игру, как она налажена на данный момент под нагрузками будет проходить этот турнир, поэтому, конечно, мы не будем использовать всех игроков 90 минут, будем всех игроков использовать в это отведенное время 90 минут, давая каждому определенное время, кому-то 45 минут, кому-то 60 минут, вот, будем чередовать время каждому из игроков, но важен сам подготовительный этап, а то, что такие замечательные команды участвуют, я всегда сторонник играть сильными клубами, поэтому на сборах, когда идет вот такая работа интенсивная, и если попадается клуб, который слаб по уровню, то игрок настраивается на этот клуб очень-очень плохо, здесь очень серьезно подойдет. И теряясь еще навык борьбы, правильно? Конечно, конечно, а здесь, конечно, турнир, это важный турнир, для того, чтобы почувствовать все все вот эти единоборства, где надо выигрывать его, нацеленность каждого из игроков, плюс, соответственно, вот этот уровень команд. Очень интересно, я считаю, что можно такие турниры делать не только зимой, а можно и летом точно так же делать турниры в России на хороших стадионах, у нас прекрасные сейчас стадионы есть, я думаю, и зрители придут, поэтому считаю, что это хорошее начало, и Матч ТВ очень, я считаю, грамотно подошел, организовав этот турнир, и главное, чтобы эти турниры продолжались. Единственное, что настораживает в предстоящих матчах, которые якобы не носят с одной стороны официальный характер, а с другой стороны, как вы сказали, очень хочется победить, что желтые и красные карточки не будут иметь такого значения, как, скажем, в чемпионате или кубке страны, и игра может быть чересчур жесткой, а это может привести к травмам. Вас это не пугает? Ну, посмотрим, мне трудно сейчас говорить, но в любом случае уровень команды достаточно высок, и я думаю, что каждый из игроков понимает, что все впереди, чемпионат впереди, нужно вести борьбу в рамках правил, и без каких-то эмоций, которые будут только мешать. Поэтому надеюсь, что все подойдут команды в здравом рассудке, с пониманием, игроки в первую очередь, нужно уважать партнеров, которые играют как с тобой, так и против тебя. Ну что ж, будем надеяться, что так оно и будет, что мы к чемпионату подойдем все живыми и здоровыми, и, как говорится, пусть Бог хранит Спартак. Абсолютно. Субтитры сделал DimaTorzok